Строительство объектов, жалоба на соседей и несогласие с действиями управляющей компанией. С этими и другими вопросами обратились жители главе Армавира Андрею Харченко на очередном приеме граждан. Проходил он в штабе местного отделения партии «Единая Россия». Вопросы жилищно-коммунального хозяйства – одни из самых распространенных на подобных встречах. Так, жители одного из многоквартирных домов высказали нарекания на работу управляющей компании. Они считают, что средства, которые жильцы платят за управление домом, расходуются некачественно. Глава города прочил отделу по защите прав потребителей проверить законность расходования денег управляющей компании. Также градоначальник напомнил заявителям, что во избежание подобных вопросов необходимо знать, сколько процентов от собранных средств выделяется компанией за содержание дома, а какая часть должна направляться на выполнение работ. Вы поймите, сколько вы в месяц должны платить при стопроцентной оплате, там 30, 20, 40, 50. Сколько они у вас списывают, сколько остается. Отнимите дворника, который вас устраивает, отнимите слесаря, который вас устраивает, и поймите, сколько у вас остается. Дальше, только на эти суммы вы чего-то можете заказывать. В этот раз на прием к градоначальнику записалось 4 человека. Все обращения жителей были детально рассмотрены. Контролировать их выполнение помогут регистрационные карточки, в которых указаны сроки исполнения и ответственные за него специалист. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Армавирские семьи с детьми могут воспользоваться мерами государственной поддержки. Для этого нужно обратиться в Управление социальной защиты населения. Здесь подробно расскажут о том, на какие выплаты и пособия можно будет рассчитывать. Так, отмечу, местные жители могут получить материальную поддержку при рождении первенца и последующих детей, что является неплохим подспорьем для семейного бюджета. С семьям с детьми и многодетным семьям оказываются различные меры социальной поддержки в виде выплат. Это как едновременная денежная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка, начиная с 1 января 2018 года, граждан, у которых доходы ниже полутократного прожиточного минимума от дохода. Ежемесячное пособие на ребенка, семьям, у которых доход ниже прожиточного минимума. Ежемесячное пособие на питание беременной женщине, кормящей матери, обеспечение семьи специализированным питанием, в том случае, если семья является малообеспеченной, и другие выплаты. Существенные меры поддержки оказываются в Армавире и многодетным семьям. Таковой признается семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Многодетным семьям в числе других мер социальной поддержки предоставляются еще дополнительные меры социальной поддержки. Это ежегодная денежная выплата многодетной семье, предоставление материнского капитала, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до трех лет, меры социальной поддержки при проезде детей школьного возраста и другие меры социальной поддержки. Кроме того, армавирцы смогут получить большую поддержку в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Они расширяют круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Законопроектам предлагается с 1 января 2020 года изменить критерий нуждаемости при установлении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением установлением первого ребенка или второго ребенка с полуторакратного размера до двухкратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, законопроект предусматривает продление срока осуществления ежемесячной выплаты с полутора до трех лет. Таким образом, родители смогут получать данную выплату до исполнения трех лет ребенку. Напомню, подробнее о полагающихся именно вам выплатах и пособиях можно узнать в Управлении соцзащиты по месту жительства. В Армавире оно находится по улице Тургенева, 106, телефоны для справок 2-33-90, 2-34-73. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира.